Всем привет, с вами на связи Дмитрий Науменко и вы смотрите мое новое видео из серии неочевидных особенностей персонажей в Overwatch. Начну я его с простой констатации факта. В случае с Overwatch компания Blizzard продолжила свою линейку демонических существ в своих играх. Ну там, Саргерас, Джараксус, Диабло и теперь еще и Майк. Ее очень легко играть хорошо, очень легко играть плохо и в принципе очень легко быть настоящей занузой в одном месте. Этим видео я поделюсь с вами неочевидными особенностями ее геймплея, которые не лежат на поверхности и традиционно разделю их по пунктам. Поехали. Пункт первый. Another brick in the wall. Так, начнем мы с базовой вещи, над которой не задумывается, но которую не помешает знать. Стена Мэй не монолитная. На самом деле она состоит из пяти столбов льда, каждый из которых имеет 500 хп, которые можно сносить, дружно сконцентрировав огонь. Эффективнее всего ее конечно ломать бастионом, за то время пока она активна, он может снести 3-4 секции в легкую. Пункт второй. Anti-shift. Довольно очевидно, что стена Мэй блочит рывок вражеского Райнхарта. Он просто упирается в нее лбом и все. Но довольно странным является тот факт, что его рывок прекращается даже если он успел наехать на стену. В сети также можно найти факты, мол рывок можно остановить даже если поставить стену сразу за его спиной, но я это проверил несколько раз и подтвердить это не могу. Пункт третий. Станислав Е. Жилец говорил. Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Так вот Мэй ему бы понравилось, потому что свою стену она может использовать в качестве моста. Причем не только для себя, но и для команды. Во-первых, это удобно юзать для преодоления ворот смерти на первой точке Ханамуры. Ну и во-вторых, это может быть полезно на Айхенвальд, так как тамошние ворота иной раз защищают еще похлеще, чем на Ханамуре. В остальном мосты Мэй довольно серьезно повышает ее мобильность по уровням. Она спокойно залазит в окошко возле ворот перед первой точкой Ханамуры. Также спокойно она преодолевает обрыв между первой и второй точкой той же Ханамуры, чем можно удивлять противника. И точно так же, ей удобно заходить с правого фланга на последнюю точку карты КБ Вольской, что в принципе делают не так часто. Пункт 4. Охлади свой перегрев. Стену Мэй можно ставить так, чтобы турель оказалась прямо внутри стены. Это работает и на союзных турелях, и на вражеских. В случае с союзной, таким образом вы можете ее спасти в определенные моменты. А в случае со вражеской, это можно воспринимать как уникальный стан турелей, потому что находясь в стене, она просто перестает стрелять. Такой стан особенно полезен для турели под ультой, так как в такие моменты она особенно опасна, и забрать Торбьерна куда проще, когда она в тебя не стреляет. Пункт 5. Из ульты да в пропасть. Это по большей части шутливый прикол, но я обязан вам о нем рассказать. Мэй может удачно поставить стенку у края пропасти на карте Ильос Колодец. В свою очередь Заря может ультануть на край этой стенки, чтобы всех соперников туда притянуло, и они в итоге упали в пропасть, помахав на прощание ручкой. Пункт 6. Антикрюк. В основном во время игры это получается случайно, но если взять это на вооружение, довольно часто можно спасать своих союзников. Просто ставьте стену между турбосвином и его жертвой, когда он вот-вот ее притянет. В итоге крюк свина потрачен, союзник жив, можно контратаковать. Пункт 7. 10-15 секунд троллинга. Если вы остались сами на точке и вам нужно попробовать удержать ее от захвата, просто забейтесь в ее угол и закройте себя стеной. Как только стенка упадет, прячьтесь в криостазис. И если вам уж совсем повезет, вы можете успеть после криостазиса поставить еще одну стенку, так как откаты использованных скиллов почти идеально совпадают. Такая последовательность поможет вам выиграть от 10 до 15 секунд времени, что в овервотче может многое значить. Пункт 8. Пропатченный дебаф. В своем видео о Заре я рассказывал о том, как она своим барьером снимает с себя все существующие в игре дебафы. Так вот Мэй тоже может с себя их снимать, но с одной особенностью, которая появилась после одного из патчей. Раньше Мэй могла снимать с себя и сферу диссонанса дзиньяты, и заморозку вражеской Мэй, и эффект от гранаты Анны. Теперь же на гранату Анны этот эффект не распространяется, так что если будете прятаться после гранаты в лед, свой дракоценный отхил вы не получите. Пункт 9. Удобная ловушка. Убегая от крысавчика в криостазис, будьте осторожны. Если он поставит рядом с вами капкан, вы гарантированно в него попадете по окончании действия криостазиса, даже если визуально кажется, что вы на него не наступите. Пункт 10. За мной как за стеной. Как я уже говорил в отдельном видео про диву, криостазис Мэй спасает от ульты дивы всех, кто за нее прячется. И к этой особенности можно добавить также и Райнхарта, так как его ульта, несмотря на спецэффекты на земле, не проходит через лед Мэй. Пункт 11. Креативная ульта. Как и в случае с Зарей, ульту Мэй вовсе не обязательно прожимать в пределах видимости. Иной раз можно удивить противника и ультануть ровно вверх. Не заметив мгновенного эффекта заморозки, как и самого снаряда, соперник побежит к вам якобы за халявным фрагом и в итоге окажется заморожен. Пункт 12. Говорящее оружие. Бластер Мэй относится к той категории оружия в Overwatch, чей дизайн может быть полезным. Обратите внимание, чем меньше значение в обойме, тем меньше жидкости в контейнере бластера. Таким образом можно проще следить за оставшимися очками обоймы и более эффективно их использовать. Особенно учитывая тот факт, что ледяной осколок отнимает 25 очков обоймы и его можно выпустить даже если значение в обойме меньше 25. Пункт 13. Куда поднять бастиона. Мэй единственный персонаж, который может помочь бастиону занимать неожиданные и иной раз эффективные места для стрельбы. Сейчас я показываю эти самые места, только собственно без бастиона, надеюсь вам и так понятно. Учтите только, что бастионам ни в коем случае нельзя долго сидеть в одной и той же точке. Сделали залп по волне, снесли кого смогли и переместились. Иначе от бастиона будет мало толку. Исключение составляет те места, где Мэй временно поднимает бастиона для эффективной очереди по врагам и потом при первой же необходимости тут же опускает. На этом я пожалуй умолкну и дам вам спокойно досмотреть все места без моих комментариев и оценить их самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом особенности Мэй у меня закончились, но если у вас есть чем поделиться, приглашаю вас в комментарии, пока я буду работать над следующим персонажем. Не волнуйтесь, все ваши запросы я вижу и рано или поздно обо всех персонажах я расскажу. Ну, если будет что рассказать, конечно. В общем, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео и делитесь ими со своими друзьями. С вами на связи был Дмитрий Науменко. Чао!